Субтитры делал DimaTorzok 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 Он жил в этом пауасе. Я вспоминал, когда-то 80-е, Миколаю Антку, это вполне слабо памятать, это было очень хорошо, как огромный был этот блок, который сегодня, чтобы мы были в шлакете, в котором жили Państwo старые дети. Дороговцы тоже там жили. Я привезу кем-то на хервате до Франка, немецкого аристократа, на праде пауасу, с Великого Пауаса. Входим через те джи, которые не замикали, а не не дамикали. Всядали до ринды, которая была, ездили на ostatнее паутро. Отвела się przed нами przestrzeнь насыкана незрюбым паролем культуры и стуки, объектами материалными, которые Франчик всегда постригал как важнейшие от этих przypadковых участников в жизни предметов, какими люди. И мне нужно сказать, что хервата, который пил ест, но с поправдом, подобно в его жизни, у кого не знаю, царах, был наиболее задерживающим doświadцем. Во-первых, довелся очень много о каком-то робаке, которого я не знаю, не памятам, что Франчик выложил целую на домию робака за работу до каких-то 20 лет. З позорами незрюбой компетенции, а я не знаю, что он знает, что он знает, но надеюсь, что крома о какой-то свет. Но прежде всего научил этого аристократа немецкого для того, чтобы оставить филизинку и в действительном месте ставить талерзин, на который она должна на крымцов. Прежде всего, в таких символичном смысле для меня это был конец второй войны. Где-то есть момент триумфу пол-ского духа над ту прелазную и непогонанную материей немецкой. На крайне хочу сказать, что для него было страшно важное по-анте, потому что уже не много, и нужно говорить о чем-то приязни с Янём Куничкой. МэRP Корненным, хвариатом. Но партинг как зефтар orthидатом принадлежным только людям выбитным. Двуп видов людей в своих дистринах в таких дисциплинах заботило и в опарте в опарте в одно из отношения артистных которые также были narcисческой. И то артистyczное было бы двусенсор, потому что Ян открыл свой первый салон в Узвагене на Курючжеве, а Франек намаловал это идеальное коло, которое было всегда для него, от рэнки, что жасно, которое было всегда пунктом выживания для его великой трански. И то коло стало початком релации, о которой сегодня могу сказать, что я почувствую прививания, что могла бы до этого света принадлежать. И так же, позвольте вспомнить еще слово от артистования. Графика, я думаю, рисунок, генюш, плакат. Бо говорил, и зараз то Państwo увидите. Не люблю офицерных выстав, но думаю, что он бы полубил. Не люблю офицерных выстав. Воле плакат. Розкохаем себя в нем, потому что он остается в диалогу с ул. С человеком, который приходит и ма какой-то речевистый контакт с тем, с чем не имеют контакту люди ходят до офицерных сал выставов, потому что их там есть очень мало. Но это адресование было szczególной формой. Где с Хеленом Моромич? Я здесь, я здесь. Ходь, Хелен. Когда он, как когда-нибудь заповидают его предъедом статус, то мы взяли три вместе. Те он взяли, а я здесь. Три, конечно. Думаю, что надо иметь уважение Ленина, чтобы стоять перед теми сто, то есть там пятьдесят пары, два уржей, седемьезиот метров и квадратовыми, и обезать собранной публичности, что за неделю вы можете что-то чего-то сень. Он входит в отношения с актерами, которых запросил до спорции. Хеленом Моромич был одним из них. Он был в интеракции с публичности. Он сам был главным актором этого спектакля, но, прежде всего, он должен создавать мир, который был интересен, взрослый, захвыцить, а может взбудить взрослых. И так тоже было. Когда я собираю выставку Франка в Москве, это были лет 80-е. И такая москейская публичности есть неизвытно компетентная в дизине сштукной. И вспомнился мне две старшие парни, которые вошли, ко мне мало ли, по 45 лет, вошли на пустыцках, на голове, которые смотрели на то, это был фрагмент от урыцования, который сделал у нас, и сказали, что взял на рукость шатана. Он никогда не услышал больше комплиментов, чем это было. Прорезу Павелом Крышко, раз с Адамом Крышко, мы хотим упомнить эту представу и с Марцином Темисем, куратorem представы, о рамке творчества одного из самых больших polskих артистов эпохи повоенной, с самым вероятно, споутворцем Великой Школы Плакату Польского, а также кого-то, кто циснул неизвыкно на полской речевостости через свой способ существования, так далеко от какой-то конвенции, даже от конвенции бытия артистом. Прорезу Павелом Крышко зjawиским и также зjawисковое поздраве его другое. И, думаю, что рамка этого другое будет росла, независимо от того, что, как он говорил, конвенции заквыковых шином взгинтым в право, подсветлённой от левы и названной «дзиелем стуки», потому что кто-то згиом и подсветлил сам себя называет артистом, пробует уменьшить. Не дадим об этом. Дякую. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В Галерии Opera. Мы здесь, в Галерии Оперы, стараемся сделать все для приемности. И это не только для приемности города, но и для приемности наших артистов, которых мы здесь покажем. И так для Тадея Доминика выстроили Огрот Брюс, чтобы потом заменить эту przestrzeнь в не мал математичную, чистую галерию для Станислава Фијковского, а для Франка выстроили паћ. И это паћ бароковый, как на барокового артисты пристало. Когда шукали паћ в Паће за намовом профессора Мизиоўка, трапили мы до Паћа Бискупов Кракоских в Келцах. И захвыцилися этим паћом и постановилися пренесу его тут, тут, до Галерии Оперы. Когда поехали там с Анјом Цићером, с которой вместе работали над tą выставой, лос хотелось, что трапили мы на Паћ Божене Сават, которая рассказала нам потрясающую историю. А мановище, ходя по паћу, глядали мы экспонаты, шафы, столы и нашу увагу пришел порцелановый бялы когут. Конечно, Паћ нам сподобал. И говорили мы с Анјом, что мы можем этого когута взять, он будет нам пасывал до паћа. И тогда Паћ Божена говорит, а то не есть повод, для которого тут приехалище? Были мы немного задзијвени, но оказалось, что этот когут стоял в паћу в Седлисках, в паћу бабци Франка Старо-Вейске, который паћ улега нишчению около 80 километра под Киелцами. Нистетто не удалось нам привезти для паћа когута, но он есть на стаћ экспозиции в Киелцах, поэтому если вы хотите, то запрашам. Удано нам се за то пожицић мебле с паћу в Седлисках, в котором Франек Старо-Вейски спэдзал декињство и ездић по просто до бабци. И так, с рендзением истории, те мебле с паћу в Седлисках через мјене подворске до музеума в Киелцах трапило до нас, до Галерии ОперА, на выставе Франка Старо-Вейске, «Убыка в паћу». Мам надзеје, что паћа се паћу сподоба, так само, как, мам надзеје, сподобаў бы се Франкови. На конец надзе�каare с灵у се се now, паћ дешебе. ありがとうfront се, она соответсвшес Obја тюпестье, целијтаесте у сојтко, араня ез останастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастаст Stand и Матнекшен парт terce, Паћ фб Sailј пићескь рамп Σமј Цел 토тоскоestастастастастастастастастастастастастастастастастастастастастаст Sir Thunch монелос а tara нормограф release надзеј щCP� Kok и е。」 И так, и видимо, что подобные дети, а также всем людям, которые доступны нам дела, то есть прежде всего Тересе, Касе и Севастянам Курчекам, Пану Рyszардову Здонкови и прежде всего Музеум в Кельцах. Очень спасибо и приглашаю до Бека, до Пауца. И еще одно, пожалуйста, за взгляд на специфика экспозиции, в галерии может быть одновременно 60 человек. Так, что попрошу, будет немного тратить. Запрошу. Мы се смещемы. Можем. Но мы все улучшили все кони. О, Боже. Пойменький. Пойменький. Падь. Я не знаю, что это будет. Падь, Элахов. Я не знаю, что это будет. Нет. Матка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok